Дорогие мои, всем привет! Всех с началом новой недели, наша понедельничная гадалка. Давайте посмотрим, что нас ждет хорошего на этой неделе. Ну, во-первых, на этой неделе у нас с вами активная убывающая луна, поэтому не забываем, что нужно обязательно чиститься энергетически, психологически. В общем, любая работа по избавлению от ненужного, потому что вы помните, что такое убывающая луна и на этой неделе новолуние, то есть мы будем начинать новую жизнь. Нужно скинуть людей балласт. Балласт скидывать очень полезно. Кто занимается Таро и магией, это просто вы можете отлить себя водичкой, вы можете почистить себя свечечкой, вы можете сделать очищение через карты Таро. В общем, все, что вы умеете, мои дорогие ученики, все используйте. Еще для тех, кто пока только собирается учиться магии Таро, вы, соответственно, можете просто сделать очень простые вещи. Возьмите листочек бумажки и запишите на нем, от чего вы хотите освободиться при начале нового лунного месяца. Вот у нас с вами в субботу новолуние начинается, маленькая страничка нашей новой жизни. И, соответственно, вы можете просто-напросто записать, что вы не берете с собой в новый месяц, от чего вы избавляетесь, от каких событий, от каких состояний, что вы хотите забыть и простить и отпустить. В общем, на всякий случай, от сглаза порчи, проклятие, злых духов, нечистые силы и свое имя. Вот. А теперь давайте гадать. Я сегодня на колоде Кроули. Почему-то она меня позвала. Вообще, это интересная штука. Слушайте, как зовут колоды? Вы обращали внимание? Я вот планировала гадать на Таро магии наслаждений. Вот мне прям хотелось. Я прям планировала, но почему-то в руку зашла колода Кроули. Как так бывает? Согласитесь, они живые. Ну что, размешиваю карты, да? Размешиваю карты и задумываем карту от одного до четырех. Задумываем вопрос. Вы можете, да, просто вообще, что ждет меня на этой неделе, да, фон недели, главное событие недели. А можете задумать какой-то вопрос. Вот я задумаю вопрос. У меня есть очень важный вопрос на эту неделю. Задумала. Ну что, поехали. Итак, выкладываю карты. Я выложила четыре карты. Если вы задумали карту номер один, рыцарь мечей. Если вы задумали карту номер один, это рыцарь мечей. Эта неделя будет жесткой. Неделя будет некомфортной. Неделя будет очень тревожной, волнительной, беспокойной. Может быть много конфликтов. Рыцарь мечей вообще несет нам конфликты, несет агрессию. Вот. Будьте осторожны, можно заболеть. В общем, являться на диване не удастся, разве что с температурой. Поэтому, что мы можем сделать с этой картой? Во-первых, откорректировать. Во-вторых, мы можем с вами сделать поведенческую коррекцию. Это значит, рыцарь мечей. К нам с вами идет большое количество негативной, провоцирующей энергии. Мы можем ее использовать сами по своему замыслу и не ожидаться, когда нам прилетит шашкой по башке. А что это может быть? Ну, например, неделю активно занимаемся спортом. Вот попалась вам эта карта, вы говорите, отлично. Буду всю неделю, каждый день качать, там, не знаю, сколько-то, 40 раз прессы, там, 20 раз прессы или 100 раз прессы, кто сколько может. Или, там, не знаю, качаю гирю всю неделю. Или пою какую-нибудь злобную песню, или ругаюсь матом 5 минут каждый день вечером. Ну, то есть вы можете эту энергию использовать и направить в то русло, которое вам необходимо. И тогда вы снимите негативные аспекты этой карты. Плюс сделать коррекцию. Что-то мне захотелось прямо сразу вытащить коррекцию. Внимание! Корректировка рыцаря мечей огненным магом. Так что, зайки мои, кто задумал карту номер один, кладите вместо нее огненного мага, но прессы все равно качаем. Так, отлично. Я вот прям сразу себе огненного мага и оставлю. Потому что я задумала карту номер один, вы думаете, что я про нее так долго говорю. И я не хочу рыцаря мечей на этой неделе, прям совсем не хочу. Кто задумал карту номер два? Да блин, что за неделя? Король мечей. Слушайте, на самом деле все то же самое. Агрессия, жесткость, необходимость сражаться. Придется решать какие-то жесткие вопросы. Также король мечей может означать, что каким-то образом в вашу жизнь вмешаются правоохранительные органы. Будьте внимательны. В общем, давайте сразу откорректируем. А то прям не хочется короля мечей. Нет. Ну, например, если вы человек в погонах, то это нормально. Но если вы не человек в погонах, то эта карта, конечно, жесткая. Взять ли какой-нибудь вам нахамит мужчина, устроит выволочку. В общем, чем корректируем короля мечей? Девяткой пентаклей. Слушайте, вот у нас прям получился такой спонтанный сеанс сразу с корректировкой. У кого король мечей, кто его не хочет? Девяточку пентаклей и на нее свечечку зеленую. И мысленно себе программируем, что вся неделька у нас будет по девяточке пентаклей. Я прям выкладываю сейчас отдельные карты коррекции. И я зажгу нам всем с вами свечи. И кто задумал карту номер три, ну, может, хоть кому-то повезет? Вау! Почему мы не задумали карту номер три? Туз пентаклей. Так, ну, дорогие мои, хоть вам повезло, поздравляю. Потому что туз пентаклей говорит о том, что у вас в финансовом смысле хорошая неделя. Могут быть покупки, приобретения, могут быть какие-то денежные вливания в вас. Вообще у вас очень удачная неделя. Если у вас есть какие-то планы на начало какого-то нового дела, и вы пока не знаете начинать, не начинать, начинайте. В общем, вкладывайте деньги, покупайте, зарабатывайте. Неделя по тузу пентаклей просто прекрасная. Загорайте на солнце, поправляйте здоровье, все получится и все в кайф. Все, что на этой неделе вы задумали, все в кайф. Вот, отлично. Туза пентаклей не корректируем. Четвертая карта. Девчонки, отгадайте с трех раз. Возлюбленные. Красота, скажите. Значит, кто задумал возлюбленных? У тех на этой неделе будет прекрасное, насладительное времечко. Ну, опять же, это могут быть какие-то романы, люди вокруг будут приятные, могут быть новые знакомства, путешествия. Обязательно уделяйте время отдыху на этой неделе, уделяйте время развлечениям. Ходите в театры, в рестораны, катаетесь на природу. В общем, веселитесь. Такая неделя веселья и праздника. Так, отлично. Скажите, что мы с вами молодцы. И сейчас прямо зажгу свечки. Пусть горят. Пусть у нас всех все случится. У тех, у кого была карта номер один, теперь там огненный маг. У кого карта номер два, теперь там девятка пентаклей. Карта номер три, то у спентаклей. Карта номер четыре, возлюбленные. И мы сделаем с вами этот мир лучше. Карта номер четыре, возлюбленные.